Сколько по рублям обошелся этот кибер-клуб? Больше миллиона долларов. Больше миллиона долларов. Посмотрим, какой у меня будет FPS. Ну, FPS хороший. Вот каждый FPS стоит один рубль. Это тысячу... Уже восемь вроде стоит одна. Не думал, что я буду рассматривать мусорку в каком-то кибер-клубе, но она выглядит айтишно. Добрый день, меня зовут Шок Эриков и сегодня мы находимся в городе Москва. Это, наверное, один из самых дорогих выпусков. Нет, мне не платили за этот выпуск. Это просто самый дорогой кибер-клуб, который находится в Российской Федерации. И не только, в СНГ. Как вы помните, я снимал уже такой ролик. Это был клуб Place, но он закрылся. Наверное, он был слишком дорогой. Но этот клуб подороже. И ценники там дороже. То, что сейчас вы увидите... Ребят, будьте аккуратнее. Но, возможно, есть за что платить. Я еще не заходил внутрь до конца. Я только познакомился с некоторыми людьми. Но сейчас мы это все будем делать с вами. Поэтому желаю всем приятного просмотра. Не забудьте, пожалуйста, поставить лайк, потому что холодно. А за холод можно поставить лайк. Этот клуб называется InVision Universe. И, скорее всего, слово InVision вы шарите, что это означает. Это компания, которая собирает компьютеры. Это пока что все, что я знаю про этих ребят. Поэтому давайте посмотрим, что же они сделали со своими компьютерами в своем же кибер-клубе. Так, мы заходим, и вас всегда будет встречать владелец этого клуба. Это не так. Это не так, ребята. У вас будут встречать наши девчонки-администраторы. Вот сейчас в Насте пара. Они не хотели бы подать видео, но я их заставил только что. Владелец клуба. Как мы заходим, нас сразу встречает не только владелец, но и большая барная стойка. Где, с какого числа будет алкоголь? Ну, если все, дай бог, хорошо, и с 8 апреля у нас появляется лицензия. Мы сейчас работаем над очень обширной картой коктейлей различных. У нас очень крутая команда, которая работала в том числе в бар Моргенштернах, в кайфе рестораны с X, там топовые, короче, рестораны. Мы будем делать большое барное меню с Insta-подачей, такое крутое, которое там хочется сфоткать, и так далее. Потому что будут, ну, такие эффектные, короче, бокалы, там, подачи и так далее. Окей. Так, здесь у нас Xbox, серьезно? А, зато это последний Xbox. Нет, у нас есть Xbox X, их всего два, остальное это все PlayStation 5. А решение брать Xbox, чем обусловлено? На тот момент, когда мы покупали, мы с большим трудом в нужном количестве приставки PlayStation 5 нашли, поэтому тут еще не хватило, взяли Xbox. Так, это у нас лаунжи с PlayStation, с Xbox. Скажи, пожалуйста, по ценнику, сколько стоит часик посидеть вот тут, поиграть в Xbox? В лаунжи у нас места отдельно не сдаются. Это места для отдыха резидентов клуба, для наших гостей, которые, ну, в основном берут либо место в общем зале, либо просто наши постоянные гости, у которых есть карта резидента или бюджет президента, они могут здесь бесплатно отдохнуть, поиграть. Вот, для этого нужно быть членом клуба. Отлично. То есть, получается, все эти лаунжи, которые находятся здесь, они бесплатны, по сути, ну, формально не бесплатны для резидентов. Формально бесплатны, да, но для того, чтобы быть резидентом, у тебя должен быть там баланс на карте гостя от 20 тысяч рублей. От 20 тысяч рублей. Если ты получаешь этот статус, то да, можно. Я, на самом деле, заинтересовался этим клубом вот этой штукой. Я видел где-то, ты в обзоре говорил, стоимость. Напомни, пожалуйста. Ну, она не то, чтобы прямо... Ее главная ценность, это не цена, на самом деле, а технология там, да, и как она выглядит. Стоила она в районе, наверное, 200 тысяч примерно. Ага, а что это вообще такое? Это наш логотип. Вы видите вот эти трубки, в них закачан газ ксенон и подано 12 тысяч вольт электричества. Соответственно, вы видите, сейчас реальные разряды электричества. Окей, давай пойдем дальше, что у нас тут находится. Я сразу вижу, ну, это, наверное, open space обычный? Да, он так называется, space. Очень оригинально. Да, он называется space. Почему? У нас космическая концепция. Ну, у нас это все invasion, вторжение и так далее. Это космическая концепция, поэтому тут игра слов open space, space, космос, как я очень говорю. Ой, подожди, я хочу, я сейчас испугаюсь. Тут 4 места. Ну, так. Почему не 5? Ну, можно сесть, один игрок будет напротив. Ммм. То есть тут, по сути, нельзя провести комфортно матч 5 на 5. У нас для этого есть отдельная комната. А если большой турнир? Большой турнир, пожалуйста. Вход в випку через код? Да, это я отдельно застронул. В чем отличие, вообще, ты сказал, что стандартный зал, да, то есть я хочу сказать, что у нас в каждом, у каждого места 140 сантиметров пространства по ширине, да. Каждый комп, этот комп, это RTX 3080, плюс Ryzen 950, 950x, 16-ядерный, последний процик, который вышли буквально в декабре. То есть мы первые, кто их вообще поставил. Вот. Поэтому у нас нет вообще разделения, например, по мощности компов, что в випках, что в спейсе, одинаково мощные компьютеры. Меняется просто закрытость. Ну да, это отдельная история. В чем отличие випки от общего пространства, я расскажу тоже. Давайте посмотрим по девайсам, что у нас здесь творится. Кресло у нас, так, я не смотрю, но это, наверное, дикси-рейтеры, как обычно. Нет, не угадал. Это вы? А, это Warp. Смотри, это да, это у нас, мы сделали с Warp кастомную модель под нас. Из отличия тут, что здесь вообще усиленная, ну, как называется, ну, короче, где колесики. Мы сделали подлокотники с кожей, обтяжкой, да, то есть это даже не кожзам, тут тоже кожа натуральная, тут наше тиснение нашего логача, то есть это такой кастом прям. Так, хорошо. Warp это российская компания, я правильно понимаю? Да, да. Хорошо, смотри, если ты бы взял кресло с дикси-рейтером, это обошлось бы около 22-23 тысяч. Сколько обошлось одно кресло кастомное от Warp? Ну, такое кресло вообще, если его покупать по одну штуку, оно стоит в районе 50 тысяч. Нам сделали хорошие условия за опыт и за сотрудничество. То есть, ну, то есть, если вы заходите купить такое, оно будет где-то в районе полтинника стоить. А, 50 тысяч? Да. Давайте, давайте это посмотрю. Так, насчет стола. Лакшери. Камень я еще никогда не видел. Да, это камень. Это интересно. Насчет монитора LG. Я не слишком, не слишком, ну, ладно, это ваши партнеры, но просто именно игровой, и LG не зарекомендовала себя еще как игровой монитор. Хорошо, давай посмотрим по девайсам. А здесь у нас все от Logitech. Я как понял, вы очень тесно партнеритесь с этой компанией. Это хороший выбор. Так, наушники Logitech G Pro Wireless. Шикарно. Это первый клуб, где я замечаю беспроводные наушники. Это показывает доверие клиентам. Да, это обычная правда. Окей, по клайатуре, тут косяк, я тебе это уже говорил, она слишком длинная, но вы уже заказали нормальную версию. Мы, да, мы, во-первых, мы обязали обратную связь. Опять же, слишком длинное понятие растяжимое, да, но, например, этот отряд, он ловит, что он не всем нужен. Да, и вот этот. Сказали, но у нас, к сожалению, в России не все хорошо с доступностью в большом количестве таких девайсов. Именно премиальных, дорогих, там, по клайатуре 20 тысяч. То есть те, что дешевле, проще найти, чем дорогие. Я не знаю, как это работает, но, скорее всего, это само внушение, что оно стоит 50 тысяч рублей, и оно мне нравится. Почему-то, да, оно комфортное, и кресло-качалка здесь работает просто шикарно. Я на самом деле... А, возможно, это все варпы такие. Я никогда не сидел на варпе еще. Слушай, насчет монитора. Понятно дело, они все 240 Гц во всем клубе. 144 у тебя даже нет. Расскажи, пожалуйста, почему именно LG? Если бы они не были бы партнерами, кого бы ты взял? Честно говоря, в таком ключе я не думал, потому что LG в целом оснащает своими матрицами очень много мониторов различных, да, то есть в том числе... Я сейчас боюсь овать, но, насколько я знаю, в тех же зловые мониторах, например, стоят матрицы от LG. Вот, с точки зрения всех показателей, эти мониторы под киберспорт отлично подходят. То есть, как я сказал, 1 миллисекунда, 240 Гц, матрица IPS. Здесь у нас кнопочка, она прибита к столу. Она прибита, но ты ее так же складывала. Они нормально, смотри, все плохо. Хорошо. Получается, я нажму на эту кнопку, и приходит человек, и я заказываю, и он приносит еду. Кушать могу здесь. Здесь только напитки, если хочешь поесть именно в спейсе, то надо перейти в лаунж. Небольшая рекламная интеграция. Сейчас мы на КСФЛ, и у меня на балансе всего 15 долларов. Да, такое тоже бывает. Я попробую поставить сейчас в колесе на X2, и у меня останется 5 долларов. Я рискую очень беребанно сильно. Так, ну, я надеюсь, это синее. Все отлично. Мы поставили 9 долларов и забираем 19.98. У нас уже X2, поэтому я предлагаю поставить эту ставку на режим джекпот. В джекпоте разыгрываются скины среди всех игроков, которые поставили ставки. Ну и здесь, здесь у нас есть шансы проиграть. Это что? Это 8 процентов было. Только что мы проиграли. У меня осталось 5 долларов, и давайте я залечу на краш. Я выбираю скин и нажимаю начать. Теперь я могу забрать тот скин, который мне захочется, просто кнопкой забрать сейчас. Давайте на 1.9. Все, по сути, мы выиграли. Вот у нас есть прибавка 1.89. Вот такая вот система. Ссылка на кастфол есть в описании. Ну а мы идем дальше. Если говорить про все эти компьютеры, я тебя услышал. А сколько стоит час посидеть здесь? Это зависит от времени дня, недели. Но самый вообще дешевый вариант, какой может быть, это утро-понедельник. Из разряда это 300 рублей. Прайм тайм 600 рублей в час. 600 рублей в час. Вы сейчас услышали самый дорогой ценник в СНГ. За час игры за компьютером. Как ты думаешь, она стоит его? Вот скажи честно. Я не рассматриваю, ты сказал, час игры за компьютером. Это рассматриваю как общий опыт. Это сервис. Это у нас здесь, ну чтобы вы понимали, например, сделала с нуля вентиляция. У нас каждые 10 минут здесь полностью обновляется воздух. У нас здесь персональный комфорт, как ты сказал. То есть ты плачешь не за игру. Это experience. Опять же, у нас определенная клубная тусовка интересная. Поэтому, если говорить за час игры, опять же, это зависит от дохода. Поэтому это каждый ответит себе сам. Безусловно, для большинства людей это дороговато. Мы это понимаем. Если говорить про этот корпус, он выглядит солидно. Очень солидно. И он на столе. Можно вопрос сразу же, почему он на столе? И второй, все характеристики. Они сейчас у вас будут на экране. Можно просто ценник за этот компьютер? Сейчас уже тяжело сказать, потому что видеокарта с момента, когда мы его собирали, выросли раза в три в стоимости. Но игровое место на тот момент, когда мы делали, стоило все вместе. Монитор, кресло, компьютер 500 тысяч рублей. 500 тысяч рублей? Да. Но сейчас оно дороже, потому что сейчас банально 30-80, тогда она стоила в районе 65 тысяч рублей. Сейчас она стоит 180. У нас вообще концепция. Мы хотели сделать все прям... Лакшери. Лакшери. Ну, я бы сказал, даже не лакшери, а на максималках того, что возможно. Я только что случайно поднял глаза у вас в второй этаж. Я не знал про это. Я все равно рассказываю там, там, а ты... Да. Красиво, красиво. Хорошая была идея, снять панорамные окна. Мы хотели, знаете, что на самом деле в плане дизайна не было ощущение, что ты в какой-то комнате закрылся. Да, да, да. То есть, если хочешь, ты можешь зашториться. А так ты видишь все. Даже вот то, что в баре происходит, лаунжи. Вот сверху тоже все видно. Это такое общее тусовочное место. Вон там вот есть одна из фишек нашего заведения. Это ячейки для хранения личной периферии для VIP-резидентов. То есть, получается, я прихожу в клуб, мне не нравится ваш девайс, у меня свой, кастомный. Да. Я говорю вам, ребят, я вам даю эту мышку, сокройте, и буду приходить брать, правильно? Грубо говоря, да. Либо второй момент, если ты просто хочешь, чтобы на твоей периферии никто больше не играл, то ее можно положить сюда. У нас гости разные, не только периферию хранят. Кто-то ноутбук оставляет нас, помимо того, что играют, деловые встречи проводят. То есть, у нас концепция, на самом деле, она шире, чем просто компьютерный клуб, поэтому мы это слово не используем. Мы себя называем премиальный игровой лаунж. То есть, у нас можно и отдохнуть, можно провести встречу, можно поиграть, просто потусоваться. То есть, поэтому, да. Ну, вообще, конечно, задумано это для периферии, для личного. Ну, выглядит солидно, как минимум. Ну, постараюсь стилизовать под такие банковские ячейки. Сейчас будет эксперимент, мы попробуем заказать еды. Нажимаем на кнопочку, ждем. Я сейчас попрошу меню. Да, тебе его принесут даже. Мне его принесут, правда. Буквально на следующей неделе мы внедряем новое меню, оно более ресторанного плана. То есть, там будут стейки различного плана, там мраморная говядина, всякая такая, рыба, семга, стейки из тунца, паста. Ну, то есть, такая более ресторанного плана. Это вот такой больше стрит-фуд. Но если хочешь что-то из ресторана, уже можно тоже попробовать. Хоть и не было мысли сделать один кибер-клуб на масс-маркет, ну, к слову. А второй сделать вот такой вот этот. Начальная концепция такая была. Мы хотели сделать премиум и сеть более стандартных, так скажем. В процессе решили, что сосредоточимся для начала на этом, потому что у нас уже есть предложение открыть за рубежом, в Дубае, в Лондоне, ну, какие-то такие клубы. Вот, и что-то мы... Пока нам интересно это, потому что здесь можно больше клевого всякого делать. Давай, давай карбонару и куриный суп лапша. Хорошо. Ну, это только надо, специально сказать. Да. В этом кибер-клубе получается у нас 5 випок, 3 на первом этаже и 2 на втором. Давайте посмотрим, как это все выглядит. Заходим в випку, здесь дается пин-код. То есть, только зная пин-код, можно будет зайти. Ну, в целом, он на самом деле опциональный, если тебе нужно, мы сделаем. Для каждого гостя он персонально назначается, то есть, он меняется постоянно, он не статичный. Окей. Заходим. И здесь сразу, понятное дело, есть ощущение того, что здесь хочется остаться. А 3 компьютерных мест? 6, наверное, да, не по кругу. Ну, вот просто, блин, меня смущает. Все хорошо, но почему не 5? Когда ты строишь клуб, когда ты проектируешь его, ты учитываешь огромное количество параметров, и ты между собой их миксуешь, ну, то есть, ты думаешь, что важнее в данной ситуации, например. То есть, у нас все-таки не турнирная арена. Я понимаю, что классически, да, на турнире понятно, что всех 5 ряд, это логичнее. В нашем клубе это прежде всего место, где можно потусоваться, отдохнуть с друзьями. Это важно. Безусловно, если бы мы строили арену киберспортивную, мы бы сделали место, где прям 5 ряд. То есть, поэтому никто пока, честно, ни разу не жаловался, что не могут быть здесь 5 ряд. Алиса, включи музыку. Включаю. Это шикарно. Вы выиграли, наверное, большие деньги, потому что тут нет динамиков, и ее хватает. Она прямо шикарно. Вот, и тут еще такой момент, что, ну, действительно, каждый человек в вип-комнате может себе поставить музыку, которую он хочет. Можно с телефона расшарить, можно Алисе сказать. Это обычно, то есть, это 10 тысяч рублей, но на сколько она... 12. Вы считаете деньги? Чуть-чуть. Бывает, моменты бывают. Такая 12 тысяч рублей, но она дает реально возможность включить музыку в своей компании, ту, которую хочется, и не просить кого-то включить. Это очень круто. Так, у вас PlayStation 5. И ты смотрел ролик про клуб Донбасса. Да. Ты видел, что у них были уже эти PlayStation, они еле-еле как-то их добыли. Как у вас это получилось? Он вроде их пакнул за 80, я не помню точно. По-моему, да, тоже за 80. Ну, там от 60 до 80, в зависимости от того, как успели. Мы на какие-то успели предзаказы. Вообще, мы хотели по нормальной цене купить, но в последний момент выяснилось, что для организации предзаказы не работали. Поэтому мы купили что-то в рознице, что-то на Авито даже пришлось. Но мы очень хотели прям последний. Телевизор у нас 8К, кстати. Вот это 8К. Один у вас в клубе? Нет, у нас 5, 8К. И еще из фишек того, что опять же нигде нет, у нас здесь к телевизору подключен компьютер на 3090. Слушай, вопрос такой насчет среднего чека. Обычный клуб приносит среднем чеке до 1000 рублей обычно. Сколько у вас? У нас редко бывает, чтобы прям средний чек на человека, обычно на компанию чек. Но если так, наверное, чтобы более-менее было комфортно к нам сходить, несколько часов поиграть, перекусить, от 2,5-3 тысячи рублей можно. Ну, реально, наверное, от 3. Какой самый большой чек был за эти 3 месяца? Это был день рождения, большой, много людей, наверное, 150 тысяч. 150 тысяч рублей. Ну, примерно. Ну, это близко, нет, это хороший ценник. Ресторанам могут похвастаться таким ценником. Ну, это все в комплексе, там, то, что я сейчас сказал, там было несколько тортов, там было украшение комнаты. На меня пошла еда, и в итоге я заказал ванильный милкшейк, и он реально вкусный. Там еще и арио были. Очень приятно. А насчет куриного супа. Я еще не пробовал, и Цезарь не пробовал, но выглядит очень-очень все солидно. Здесь не сэкономили. То есть обычно экономят. Здесь пока что выглядит очень хорошо, все щедро. Давайте попробуем суп. Я боюсь, что он слишком горяч. Слушай, на самом деле ни в каком клубе, я не помню, в классе было или нет, но супов я там не видел. Есть фишка. У нас постоянные гости, кто ходит, они вот от тяжелой еды какой-то, да, типа бургеров, там, стейков, чего-то, быстро устают, но постоянно, если есть, тяжело. Они многие просят домашнюю еду. Вот, у нас был один раз, что один артист, опять же, не будем называть имен, говорит, можете мне сделать просто карпельку домашнюю? Можешь назвать ее, мы запикаем. Кто? Ну, а также к этому добавилась паста фетучини карбонара. Давай поговорим насчет того самого интересного вопроса, сколько? Зарабатываешь? Не скажу. Сколько по рублям обошелся этот киберклуб? Ну, я уже в одном интервью говорил, что больше миллиона долларов. Больше миллиона долларов? Это 76 миллионов рублей, как минимум. На самом деле там уже в этот момент мы перестали считать. Ну, я заметил, да, опять же. Ну, просто потому, что уже стало понятно, что изначально не укладывается сумма. Насчет аренды. Сколько здесь квадратов? 550 квадратов. 550 квадратов. Стоимость? Ну, миллион сто, по-моему. Миллион сто в месяц. Добрый день. Это считается в этой местности нормальный ценник? Местность это Москву, я че? Не, именно этот район. Это дизайн-завод Флакон, это такое модное место. Я считаю, что здесь обоснованно это. Давай, терпи фаталити делай. Нормально. Фатально, главное. Ну, что ж, момент истины. Сейчас я уберу ограничение FPS Max и посмотрим, какой у меня будет FPS. А я скажу по секрету. У меня дома 700 FPS. На этом Deathmatch. На Demo Lite у меня 700 FPS. Сейчас мы проверим. Так, я открываю консоль. Прописываю FPS Max. Ноль. Я предполагаю, что будет около 650. О, 650. 800. Ну, FPS. Хороший. За 600 рублей. Вот каждый FPS стоит 1 рубль. В час. Но клайатура вот эта, вот эта длинная клайатура. Я давно так раздражался. Клайатура длинная от лжетека, она неудобная. Как минимум для начала. Ну, я путаюсь каждый раз. Эти кнопки слева, G5, G1, это бесполезно. Но лично для меня. По FPS, понятное дело, все очень-очень хорошо, правда. Это на Deathmatch, где 16 человек. Что ты делаешь? Я тебя финаю. Рома. Ну, извини, я просто тебя избиваю ногой. Сейчас ты решил не проиграть все-таки. А зря. Да. Ты это не включишь в видео, я знаю. Да, не включим, потому что мы не записываем экран. Точно. Ну, я про съемку, как сзади сделаю. Снимем, когда Эрик выиграет. Вы работаете с 11 утра до 6 утра. Почему именно так? Потому что раньше особо никто не приедет и на дольше обычно не задерживается. Обычно, если продлевают, ну, дольше сидят, то часов до 8, ну, максимум было до 9, вот так. Вот, поэтому весь этот час, он такой достаточно технический, у него в это время можно провести большую ворку там и так далее. А гостей все равно нет, поэтому вот такой график. Так, сейчас мы поднимемся наверх, посмотрим, что у нас там. Блин, мне так нравится, как у вас тут по воздуху. Он такой приятный и холодный. Это 1008 вроде стоит одна. Я себе брал такой за 1008. Это дешево или дорого? Дорого, дорого. Простите, ребята, ну, мы правда хотели хорошо сделать. Поэтому все... Это же Xiaomi, да, по-моему, сколько я помню? Xiaomi? Да, по-моему, да. Вот насчет этого не уверен. Не думал, что я буду рассматривать мусорку в каком-то гибер-клубе, но она выглядит айтишно. Забавно. Она может сама закрыться? Может, там даже есть таймер, смотри, вот видишь, гаснут эти, и через вот столько она закроется. Если ты не будешь махать руку, ты уже помахал. Таймер, и сейчас она закрывается? Да. Это легендарно, это просто легендарно. А какой тут процессор стоит? Знаешь, когда человек видел все, вот можно мусорку взять. Слушай, сколько стоит эта мусорка, Коля, по-братски, посмотри. Боже, что? Я не думал, что это я буду обозревать. Я думаю, что мы прошлись полностью по всем компьютерам. Здесь еще одна комната. Можем показать еще одну випку маленькую. Мы прошли другую випку, здесь почти все то же самое, но другой цвет штор. И, кстати, можно просто закрыться, и ты теперь приватен, и тебя никто не видит. Ну и самое интересное, что здесь прикольная шумка, так как двойной ряд стекол. Я только что попробовал и суп, и пасту, и, ребят, на самом деле ощущение, как будто я не в кибер-клубе, а в каком-то ресторане со звездой Мишлен. Я, конечно, утрирую, но было... Ну, это реально вкусно. Да и сам клуб, понятное дело, дорогой, но если люди сюда приходят, они понимают, за что они платят и что они получают, какие услуги. Всегда в каждом рынке есть бюджет-отверстие, плюс-минус третье и премиум, без этого никак. Поэтому люди сюда будут такие приходить. Я думаю, на этом моменте можно закончить. Сейчас у вас на экране появился другой ролик про мои обзоры кибер-клубов, поэтому мы советуем тыкнуть по ним и посмотреть еще другие серии. Пишите ваше мнение в комментариях. С вами был я, Эрик Шреков, и Роман Машников, совладелец InVision Universe. В универсии Лабс тоже, да. Спасибо за ответы. Спасибо большое, что я тебе, парни. И приятно было очень.